Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Диалог» и я, ее ведущая Евгения Барановская. Совсем скоро начинает работу приемная комиссия Мозырского государственно-педагогического университета имени Ивана Шамякина. Особенности приемной кампании 2017 – перечень документов, которые важно не забыть поступающему, а также вся оперативная информация для абитуриентов в интервью с Полиевой Татьяной Владиславовной, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии, ответственный секретарь приемной комиссии. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте, а также по телефону, который вы видите на своих экранах. Добрый вечер, Татьяна Владиславовна! Здравствуйте, Евгения! Как ваше настроение? Как прошел ваш рабочий день сегодня? Настроение хорошее, весеннее. Поздравляю вас и, собственно, всех телезрителей с прекрасным праздником, Святой Пасхой. Рабочий день тоже прошел хорошо, как всегда, очень насыщенно, очень, я бы сказала, энергично, потому что работы много, приближается вступительная кампания, завершается учебный год. Работаем? Спасибо, Татьяна Владиславовна! Сегодня предстоит очень интересная и познавательная беседа, но перед этим мы посмотрим небольшой видеосюжет. Внимание на экран! Куда пойти учиться? Этот извечный вопрос мучает тем активнее, чем ближе выпускной бал. Ведь от принятого решения будет зависеть ближайшее будущее или даже вся жизнь, и ответить на этот вопрос необходимо уже сегодня. Ведь вступительная кампания в высшее учебное заведение не за горами. Обязательная ее часть – централизованное тестирование. Регистрация на ЦТ начнется уже спустя две недели. В этом году мы планируем набрать 360 человек на дневную форму обучения и порядка 300 человек на заочную форму обучения. Есть небольшие изменения приемной кампании на заочное отделение для тех, кто работает по специальности. Приемная кампания стартует со 2 мая, то есть фактически это идет регистрация на централизованное тестирование, потом проходит само централизованное тестирование, и по итогу сдаются сертификаты для поступления на ту или иную специальность. Закончится регистрация 1 июня. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать тестирование в основные дни, предусматривается три резервных дня. Численного введения 4 ЦТ вместо трех – так называемый срок годности результатов, который увеличили до двух лет, право поступления без экзаменов на педагогические специальности для выпускников профильных классов педагогического направления. Есть и еще ряд новшеств. В Мозорском педагогическом в преддверии вступительной кампании прошло распределение. Для новоиспеченных педагогов этот этап – черта под пятью годами учебы. Фактически все выпускники, которые подлежали распределению по бюджету, у нас распределены. Около 30% распределены те люди, которые обучались на платной основе. То есть наши специалисты востребованы, что отмечают и заказчики кадров. Поэтому, конечно, мы будем рады и в этом году, чтобы абитуриенты приходили к нам. Мы будем рады их видеть и уверены, что они станут и квалифицированными специалистами, и опытными, и интересными по жизни людьми в обществе. Для того, чтобы быть востребованным, правильное решение нужно принять уже сейчас. Что касается педагогики, случайные люди здесь не задерживаются. Татьяна Владиславовна, уже вот-вот начинается пора централизованного тестирования. Я знаю, что в этом году появились какие-то нововведения при сдаче ЦТ. Расскажите о них для наших телезрителей. В этом году, в январе месяце, указом президента были подписаны изменения в правила приема высшее учебное заведение. И одними из изменений являлись именно вопросы, которые касаются централизованного тестирования. Прежде всего, это введение возможности сдачи четырех тестов вместо трех, как это было в прошлом году. При этом, обращаю внимание, что по-прежнему абитуриенты поступают в высшее учебное заведение, сдавая сертификаты только по трем результатам централизованного тестирования. Также одним из нововведений является срок годности сертификатов централизованного тестирования. Начиная уже с 2017 года, эти сертификаты будут годны в течение двух лет. Стоит, наверное, сказать о том, что те результаты, те сертификаты, которые были в 2016 году, в этом году не принимаются. Еще не принимаются. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о порядке проведения централизованного тестирования. Централизованное тестирование, в принципе, как уже и много лет, осуществляется на основании положения об организации проведения централизованного тестирования. В этом документе очень подробно регламентируется вся процедура проведения данного вступительного испытания. Каких-то больших изменений в самой процедуре проведения централизованного тестирования в этом году нет. Наши абитуриенты и в школах, и даже самим университетам через возможность принятия тренировочного участия в резервные дни знакомы с этой процедурой. Я думаю, что в общих чертах и даже более детально наши абитуриенты знают эту процедуру. А какие проблемы, наиболее часто встречающиеся, существуют при централизованном тестировании? Прежде всего, конечно, организационного плана. Так, например, некоторые абитуриенты, являясь в пункт тестирования, забывают документ, удостоверяющий личность. К сожалению, в таком случае допустить в корпус или тем более в аудиторию совершенно невозможно. Также иногда встречаются вопросы у самих абитуриентов и их родителей, возможно ли сдавать централизованное тестирование по ксерокопии паспорта, допустим, заверенной нотариально. Однозначный ответ – нет. То есть только оригинал документа в данном случае должен быть обязательно у абитуриента. Также существуют проблемы с пропуском. В частности, когда абитуриент регистрируется на централизованное тестирование, ему выдается пропуск, в котором указано время сдачи централизованного тестирования, аудитория, корпус, адрес этого корпуса. К сожалению, иногда абитуриенты невнимательно читают эту информацию и путают, например, корпуса. Так как централизованное тестирование проводится практически в четырех корпусах, то это может быть достаточно большой проблемой, потому что корпуса удалены друг от друга. И если у абитуриента нет необходимого запаса времени, то это может быть сложность для него. Также обращаю внимание, что иногда абитуриенты путают пропуск. Например, идут сдавать физику, а пропуск берут от математики, что тоже не дает им возможность пройти в аудиторию. Но в этом случае возможна замена пропуска. Для этого нужно обратиться в главный корпус, в аудиторию 132, и операторы, которые осуществляли регистрацию на централизованное тестирование, произведут замену данного пропуска. Ну и тогда абитуриент может возвращаться в тот корпус и в ту аудиторию, которая уже ему определена была этим пропуском. Но это все время, поэтому нужно быть очень внимательным в этом вопросе, правильно? Безусловно. Скажите, пожалуйста, Татьяна Владиславовна, были ли у вас случаи удаления из аудитории, и какие могут быть причины на это? Да, к сожалению, каждый год по Республике Беларусь происходят инциденты такие, которые связаны с удалением с централизованного тестирования. Как правило, здесь идет нарушение пункта 60, того же положения, о котором мы только недавно говорили. Это присутствие мобильного телефона или каких-либо других вещей, не предусмотренные данным положением, а в частности, например, шпаргалок. В положении написано очень конкретно. Абитуриент может пронести в аудиторию только те предметы, которые там перечислены. В частности, это документ, подтверждающий личность, это гелевые ручки, которые необходимы для заполнения бланков ответов. И на математику, физику, ой, не на математику, извините, пожалуйста, на физику и на химию возможно использование калькулятора. Все остальные предметы считаются посторонними. Ну и тем более мобильный телефон. Хорошо, а водичку можно с собой брать или покушать что-то? Покушать нет, а водичку возможно с собой взять. Тоже обращаю внимание, что централизованное тестирование проходит, конечно, в летнее время. И, как правило, всегда это жаркие дни, а не жаркие во всех отношениях, в том числе и в погодных условиях. И, безусловно, абитуриенту разрешается проносить воду. Здесь у нас, правда, есть определенные, ну так скажем, требования. Дело в том, что эта вода должна быть прозрачная, и она должна находиться в прозрачной емкости. То есть не цветная вода и не газированная вода. Ну, это условие вызвано прежде всего тем, что ответственность за сохранение бланка во время прохождения самого тестирования ложится на самого абитуриента. Если в этот момент он открывает эту газированную цветную воду, и она попадает на бланк, то, к сожалению, эта ситуация уже будет достаточно сложная и проблемная. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Расскажите, пожалуйста, о резервном дне. Я знаю, что в этом году даже не один, по-моему, там есть резервный день. Подробнее, пожалуйста. С этого года введено три резервных дня. Но здесь хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Регистрация на централизованное тестирование проходит со 2 мая по 1 июня. И для того, чтобы абитуриент мог попасть в резервный день, он в обязательном порядке должен быть зарегистрирован на основной день. Иметь пропуск, о котором мы уже сегодня тоже с вами говорили. Если ситуация складывается сложная, в те непосредственно даты, когда проходит тот или иной предмет централизованного тестирования, то абитуриент должен иметь какой-то документ, подтверждающий уважительность причины его отсутствия. Эти документы, в том числе и пропуск, предоставляются в дальнейшем в комиссию того пункта тестирования, который определен для регистрации на резервные дни. Но для нашей Гомельской области это пункт тестирования в университете имени Сухого. И туда абитуриент привозит эти документы. И если комиссия посчитает уважительным и примет эти документы, то только в таком случае абитуриент будет зарегистрирован на резервный день. Само тестирование в резервный день будет проходить в БГУ. И получать сертификаты в таком случае тоже придется в БГУ. Хорошо. Министерство образования определило, какие отметки по централизованному тестированию будут считаться неудовлетворительными для поступления в высшее учебное заведение в этом году. Расскажите об этих оценках поподробнее, пожалуйста. Этот пороговый балл, так называемый, по результатам централизованного тестирования уже в принципе не первый год введен, именно вот эти значения. И в этом году нет изменений относительно тех отметок, которые были введены в прошлом году. Здесь следует отметить, что для того, чтобы четко понимать, какие отметки считаются неудовлетворительными, какие баллы считаются неудовлетворительными по централизованному тестированию, следует понимать разграничения. Первый профильный предмет, второй профильный предмет. В зависимости от профильности предмета на ту или иную специальность меняется планка порогового значения. Например, если вы поступаете преимущественно на все специальности, русский или белорусский язык, минимальный пороговый балл, проходной, 10 и выше. Но если вы поступаете на специальности филологического профиля, тогда либо русский, либо белорусский язык, в зависимости от специальности, пороговое значение будет 20 и выше. То же самое по остальным предметам. Так, например, математика, физика, химия, биология, если она первый профильный предмет, если результаты централизованного тестирования рассматривать как первый профильный предмет, то от 15 и выше. А если как второй профильный предмет, то понижение планки на 5, то есть от 10 и выше. Остальные предметы, опять же, если их рассматривать как первые профильные, от 20 баллов и выше. Если абитуриент набрал ниже этих проходных баллов, то, к сожалению, принимать участие в вступительной кампании, в высшее учебное заведение он не может. На эту тему можно говорить бесконечно по поводу централизованного тестирования. Я знаю, что у наших абитуриентов и их родителей очень много возникает вопросов по этому поводу. Вы расскажите, пожалуйста, где они могут узнать более подробную информацию и по какому номеру? Со 2 мая, как только начинается регистрация на централизованное тестирование, работает телефон приемной комиссии. Это 32 43 17. До этого времени можно обращаться по телефону 32 43 27. Там компетентные люди ответят на все вопросы, которые интересуют телезрителей, абитуриентов, их родителей. Спасибо. Татьяна Владиславовна, я повторю, что уже совсем скоро начинается самая жаркая пора для наших абитуриентов и уже объявлены сроки приемной кампании в ВУЗы в 2017 году. Расскажите о сроках приема документов и даты вступительных испытаний. В этом году вступительная кампания в связи с тем, что у нас 3 резервных дня будет несколько сдвинута относительно прошлых лет. И прием документов будет осуществляться с 12 июля по 17 июля. Это те даты, когда необходимо подать документы, если абитуриент планирует поступать на бюджетную форму обучения, дневную или заочную. Также обращаю внимание, что даже если абитуриент планирует поступать на платную форму обучения, но на той специальности, которую он для себя выбрал, предусмотрено внутривузовское вступительное испытание. Например, у нас есть такая специальность, как технический труд и предпринимательство. И абитуриент сдает два сертификата, то есть по языку русскому или белорусскому, математике, а в университете он уже непосредственно сдает творчество, рисунок или черчение. Так вот, если даже абитуриент планирует поступать на платную форму обучения, на подобную специальность, то ему все равно необходимо подать документы с 12 июля по 17 июля. Сами вступительные испытания, да, тоже, уже не задали вопрос, с 18 по 24 июля. А на платную форму обучения, собственно, с 12 июля по 4 августа. Все, спасибо большое. Возможно подать документы. Спасибо. А у нас сейчас будет небольшой рекламный блок, не переключаемся. А мы продолжаем нашу беседу с Татьяной Владиславовной Полеевой, кандидат педагогических наук, ответственный секретарь приемной комиссии. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы по поводу централизованного тестирования, а также поступления в наш Мозорский педагогический университет по телефону, а также по электронной почте, которую вы видите на своих экранах. Татьяна Владиславовна, расскажите, пожалуйста, какие документы необходимо подавать в приемную комиссию абитуриенту? Список документов определяется правилами приема и, конечно, всегда размещен на сайте учреждения образования, в том числе на нашем сайте тоже подробный список размещен. Сейчас напомню, что в обязательном порядке заполняются заявления, которые абитуриент получает тогда, когда он приходит в приемную комиссию. Конечно, он должен представить документы, удостоверяющие личность, оригиналы сертификатов централизованного тестирования и аттестат об общем среднем образовании. Если абитуриент уже закончил средне-специальное учебное заведение или профессионально-техническое учебное заведение, то он должен предоставить данные документы, дипломы и приложение к этим дипломам. Кстати, следует отметить, что правилами приема в этом году уточнена процедура подсчета среднего балла документа об образовании для тех лиц, которые получили профессионально-техническое образование. на основе общего среднего. Тогда они должны с собой иметь и аттестат, и школьный аттестат, и, собственно, уже диплом профессионально-технического образования. Хорошо. Когда и где вообще нужно подавать документы? Расскажите, пожалуйста. Как обычно, у нас прием документов проходит в главном корпусе, это студенческое 28. В зависимости от того, на какую специальность, на какой факультет абитуриент подает документы, его абитуриента, как правило, будут сопровождать в ту аудиторию, где будет проходить прием документов на конкретную специальность. А вот если абитуриент не может явиться сам в приемную комиссию, могут ли это сделать за него родители? Правилами приема предусмотрены и эти случаи. Прежде всего, следует отметить, что обязательно нужно документально подтвердить причину, на основании которой абитуриент не может явиться в приемную комиссию. Также следует иметь доверенность, заверенную нотариально, и ксерокопию паспорта, тоже заверенную, самого абитуриента. Ну и уже документы, удостоверяющие личность, предъявляет то лицо, которое эти документы подает. Но тут хочу отметить, что в правилах приема есть оговорка о том, что уважительность причины расценивает сама приемная комиссия. То есть, если она посчитает причину неуважительной, то абитуриенту, ну не абитуриент, а тому представителю, который принесет эти документы, может быть отказана в принципе в приеме документов. Спасибо, Татьяна Владиславовна. А скажите, пожалуйста, как вообще осуществляется прием документов в последний день работы приемной комиссии? Последний день работы приемной комиссии всегда очень напряженный и жаркий. Особенно, если мы говорим о сроках приема документов на бюджетную форму обучения. Тут тоже есть свои нюансы, о которых, наверное, абитуриентам стоит знать. Ну, во-первых, информирование о документах, которые поданы, то есть определенный мониторинг, который всегда ведется на сайте учреждения образования, он последний раз обновляется в три часа. Ну и, кстати, такой мониторинг, он всегда вывешивается, как правило, в холле учебного заведения, и там тоже информация обновляется последний раз на три часа. Прием документов осуществляется до шести часов вечера. В шесть часов вечера корпус закрывается, и абитуриент или их родители, если они пришли в шесть ноль две, то попасть в корпус они уже не могут. И, соответственно, подать документы тоже. В шесть часов ровно также прекращается возможность забрать документы с какой-либо специальности для того, чтобы подать на другую специальность. То есть вам не выдадут эти документы после шести часов вечера. Но те абитуриенты и, как правило, с родителями, которые находятся в корпусе, и на момент шести часов вечера мы обязаны принять у них документы. Иногда приходится работать и до девяти, до десяти часов вечера. А вообще лучше не опаздывать, правильно? Опаздывать не стоит, конечно. А мы плавно переходим к вопросам, которые касаются нашего университета. Расскажите, на какие специальности самый высокий конкурс? У нас, конечно, каждый год конкурсная ситуация, ну не только у нас, а во всех университетах, она складывается, ну можно сказать, индивидуально. В каждом году, в каждой приемной кампании. Поэтому я вас ориентирую относительно прошлого года по тем специальностям, которые были. Но опять же, это не обязательно, что эти высокие конкурсы будут повторяться и в этом году. Ну, в частности, хотелось бы отметить такую специальность, как дошкольное образование, более чем полтора человека на место, специальности физической культуры, факультета физической культуры. Например, физическая культура, спецподготовка. Физическая культура, туристско-рекреационная деятельность. Также в прошлом году у нас новая специальность, спортивно-педагогическая деятельность, тренингская работа с указанием вида спорта тоже оказалась достаточно хорошо востребована у абитуриентов. А вот в нашем видеосюжете говорилось, что на педагогические специальности абитуриентов, которые закончили профильные классы в школах, зачислять будут по результатам собеседования, то есть без экзаменов. Но за этот бонус нужно будет отрабатывать по распределению не менее пяти лет. Расскажите подробнее об этих педагогических классах и группах. Ну, хочу отметить, что бонус может быть на самом деле и хороший. Почему? Потому что все-таки на пять ближайших лет абитуриент точно знает, что он будет обеспечен работой. Это очень важно. Да, действительно, два года назад впервые были открыты педагогические классы, педагогические группы по Республике Беларусь. И вот эту льготу, о которой вы сказали, действительно, мы все очень ждали. И хорошо, что она в правилах приема появилась. Задача этих педагогических классов и педагогических групп все-таки привлечь внимание к педагогической профессии. И хотелось бы, чтобы в педагогическую профессию приходили учащиеся абитуриенты, талантливые, настроенные на эту деятельность, которые хотят реализоваться в этой деятельности. И вот в данном случае именно педагогические классы и педагогические группы — это та возможность почувствовать, прочувствовать педагогическую профессию до поступления, что, наверное, немаловажно для любого абитуриента. И действительно, в этом году учащиеся педагогических классов и педагогических групп могут поступать без вступительных испытаний, проходя собеседование, имея рекомендацию педагогического совета. Но для этого у них в аттестате должны быть оценки по всем учебным предметам не ниже 7 баллов. А по тому профилю, который они выбирают, ну, например, биология-химия, значит, по этим предметам, которые указаны как первый профильный предмет, второй профильный предмет в порядке приема, должно быть не ниже 8 баллов. Спасибо большое. В нашем университете есть непедагогические специальности? Да, есть у нас непедагогические специальности, но они все равно приближены к педагогической деятельности. Ну, если так документально относиться к определению педагогической специальности, непедагогической специальности, то здесь мы пользуемся классификатором, и профиль А — это как раз педагогика. А все специальности, которые не находятся в этом профиле, ну, тут еще, кстати, следует отметить профиль Б — профессиональное обучение, они все-таки будут непедагогические. В частности, социальная работа, социально-педагогическая деятельность. Квалификацию на выходе студент получит специалист по социальной работе, педагог. Мы в этом году вознагновляем набор на данную специальность, в прошлом году на дневную форму обучения. Такого набора не было, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих абитуриентов для поступления на эту специальность. Необходимо сдавать тестирование по языку, истории Белоруссии и биологии. Ну, из непедагогических специальностей еще раз назову специальность спортивно-педагогическая деятельность, тренерская работа с указанием вида спорта и специальность биология, научно-педагогическая деятельность. Хорошо. Я знаю, что существуют также специальности, которые наиболее востребованы экономикой. Вот расскажите о них подробнее и какие есть льготы для поступления на эти специальности. Буквально в конце прошлой недели наконец-то вышел этот документ, который мы все ждали, так как ряд льгот связан именно с перечнем вот этих специальностей, наиболее востребованной экономикой. В этот перечень вошли наши три специальности, то есть специальности, которые будут осуществляться набором в нашем учебном заведении. Это такие, как технический труд и предпринимательство, обслуживающий труд изобразительного искусства и профессиональное обучение по направлениям у нас это строительство. В чем, собственно, льгота? Ну, во-первых, на эти специальности могут поступать абитуриенты, которые имеют диплом 1, 2, 3 степени областного третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Также на эти специальности могут поступать те учащиеся, которые закончили школу с золотой или серебряной медалью. Ну, а также с красным дипломом среднего специального учебного заведения. И та группа абитуриентов, которых мы очень хотели бы видеть на этих специальностях, это те абитуриенты, которые закончили профессионально-технические учебные заведения с общим средним, с красным дипломом. Вот если есть такие абитуриенты, то приходите к нам без вступительных испытаний, вы можете быть зачислены на вот эти три специальности, о которых я сказала. Поэтому лучше хорошо учиться, и тогда будете получать вот такие приятные бонусы от нашего университета. Татьяна Владиславовна, в нашем университете можно учиться на дневной и заочной форме обучения. А появились ли в этом году какие-то новые, может быть, формы обучения? Да, в этом году впервые в Мозельском университете будет осуществляться набор на дистанционную, заочную, дистанционную форму обучения на специальность истории общества и ведческие дисциплины. Но также следует сказать, что для заочной формы обучения правила приема тоже изменили, ну, я бы сказала, даже существенно изменили порядок вступительной кампании. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Так, например, для заочной сокращенной формы обучения необходимо будет сдавать только два внутренних вступительных испытания. То есть отменяется централизованное тестирование, которое было всегда по языку. То есть только внутренние два экзамена, как правило, это по тем профильным предметам, которые абитуриенты изучали в среднеспециальных учебных заведениях. Кстати, сразу скажу, что программы этих вступительных испытаний находятся на сайте, размещены на сайте. Такие специальности у нас это дошкольное образование, сокращенная форма обучения, начальное образование, заочное тоже, сокращенная форма обучения, иностранный язык английский, иностранный язык немецкий, физическая культура, профессиональное обучение строительства. То есть достаточно широкий спектр специальностей, которые интегрированы со среднеспециальным образованием. Спасибо. Мы совсем скоро продолжим нашу беседу, а у нас небольшая реклама, она очень быстро закончится, поэтому не переключаемся. В эфире программа «Диалог», и сегодня у нас очень интересная беседа с Полиевой Татьяной Владиславовной. Это кандидат педагогических наук и ответственный секретарь приемной комиссии. Не забываем задавать свои вопросы по телефону, а также по электронной почте. Татьяна Владиславовна, мы продолжаем с вами беседу. Расскажите, пожалуйста, во многих вузах нашей страны существует общий конкурс для поступления на целую группу специальностей. Расскажите об этих специальностях. Тут, скорее всего, не о специальностях, а о тех специальностях, не о тех, которые в других университетах, а о тех специальностях, которые будут у нас в этом году на общем конкурсе в нашем университете. Это специальности две. Биология-химия и биология-научно-педагогическая деятельность. Что значит общий конкурс? Это значит, что абитуриент, когда заполняет заявление, он пишет сразу несколько специальностей в порядке своего приоритета. Ну, так как у нас две специальности, то, конечно, логично написать эти две специальности в том порядке, который наиболее предпочтителен для самого абитуриента. И так как у нас автоматизированная система зачисления, сначала участвуют абитуриенты в конкурсе на первую специальность, но если им недостаточно баллов, то они автоматически переходят в конкурс на вторую специальность. Ну, вот в этом году мы будем так принимать на специальности технолого-биологического факультета, на те специальности, которые я назвала. Ну, это очень хороший бонус, действительно. Я знаю, что многие абитуриенты приезжают уже поступать с целевым направлением в университет. Расскажите, что это такое? И вообще расскажите о целевой подготовке в общем. Ну, целевая подготовка на самом деле это, наверное, в некоторой степени очень нехорошая и правильная вещь, потому что она помогает решить кадровые вопросы. И прежде всего, кадровые вопросы тех отдельных районов, где есть нехватка, недостатки в тех или иных специалистах. В этом году планируется увеличение количества целевых мест. Абитуриенты, в случае, если они заинтересованы в целевой подготовке, они заключают договор непосредственно с заказчиком кадров, университетом, ну и один договор непосредственно с самим абитуриентом. А в таком случае те абитуриенты, которые участвуют в целевом наборе, они идут вне конкурса. То есть конкурс осуществляется только в том случае, если на одно целевое место несколько претендентов. А так, в общем-то, они идут вне общего конкурса, что, конечно, увеличивает шансы на поступление. Тут следует отметить, что по целевому договору, если обучался студент, то он обязан после окончания учебного заведения отработать 5 лет. Вот как я хотела как раз спросить, это вы уже ответили. Хорошо, это все хорошо, конечно. А вот если абитуриент не поступил, какие у него есть вообще варианты? Уже несколько лет в Республике Беларусь осуществляется дополнительный набор. Дополнительный набор, что это такое? Это набор, который объявляется на оставшиеся вакантными после зачисления места по дневной и заочной бюджетной форме обучения. В этом году, можно я подсмотрю немножечко, дополнительный набор будет осуществляться с 30 июля по 1 августа для граждан Республики Беларусь, а информирование о вакантных местах по 29 июля. Кстати, следует отметить, что у нас тоже в университете в прошлом году и позапрошлом году на некоторые специальности, ну буквально 1-2, был дополнительный набор. И проходные баллы в дополнительный набор были выше, чем в основной набор. Это, наверное, связано с тем, что если абитуриенты не где-то не прошли по конкурсу, то у них еще была возможность подать документы вот в рамках дополнительного набора. Спасибо. Расскажите еще, пожалуйста, о второй ступени высшего образования в магистратуре. У нас в университете также осуществляется подготовка специалистов по второй ступени высшего образования. Это дает возможность абитуриентам, ну даже не абитуриентам, мы уже, так скажем, специалистам, которые окончили и имеют диплом первой ступени высшего образования, повысить свою квалификацию, ну и получить степень магистра. Ну, в частности, скажу о специальностях, которые являются выпускающими по нашей кафедре. это специальность заочной формы обучения в этом году будет осуществляться набор образовательный менеджмент. Ну и, пользуясь случаем, приглашаю тех специалистов системы образования, учителей, воспитателей, которые хотят получить такую дополнительную квалификацию как магистр образования для поступления на данную специальность заочной форме обучения. Ну и в дневной форме обучения ведется подготовка по специальности общая педагогика, история педагогики и образования. Ну, это те специальности, которые закреплены, можно так сказать, за кафедрой педагогики и психологии, заведующей, которой я являюсь. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Расскажите еще, пожалуйста, как вообще проходит ваш обычный день, точнее, у студентов, как он проходит? Как проходит обычный день у студента? Ну, это, конечно, лучше спросить студентов, безусловно. Но у нас, конечно, есть обязательные занятия, которые посещаются, как правило, в первую смену. Обучение проходит с 8 утра до 4 вечера. и студент посещает и лекционные занятия, и практически семинарские, лабораторные. Но помимо того, что есть обязательная учебная программа, я думаю, что те студенты, которые имеют активную жизненную позицию, всегда находят возможность реализовать все те потенциалы, в том числе и творческие, которые у них, собственно, имеются. Конечно, очень много различных, разнообразных мероприятий, конкурсов, соревнований, спортивных мероприятий, олимпиад и так далее. Поэтому жизнь современного студента очень насыщенная. Ну и плюс многие из них сегодня пытаются, особенно студенты старших курсов, зарабатывать, подрабатывать. Поэтому сегодня современный студент это очень активный, динамичный человек. И приятно находиться рядом с такой молодежью, которая, собственно, у нас в университете. А вы можете рассказать подробнее, какие конкурсы проходят в университете? Подробнее? Ну, мы с вами сегодня говорили о педагогических классах, педагогических группах. И уже пользуюсь случаем, так скажем, прорекламирую ближайшее мероприятие, которое будет проходить 27 апреля. Это студенческая научная конференция. Конференция традиционная от идеи к инновации. Ну, и в рамках этой конференции также будут приглашены, уже приглашены учащиеся педагогических классов и педагогических групп и их педагоги, которые у них ведут факультативное занятие ведения в педагогическую профессию. Для подведения итогов областного фестиваля конкурса «Хочу стать педагогом». И мы сейчас готовимся вот к этому серьезному мероприятию. Ну, и думаю, что это мероприятие как раз и выстраивает ту логическую цепочку, последовательность, когда учащиеся, мотивированные на педагогическую профессию, потом находят себя, ну, и реализуются в студенчестве и, будем надеяться, превращаются в прекрасных педагогов. Да, очень интересно, спасибо большое. К нам поступил вопрос от Ирины. Она спрашивает, какие экзамены необходимо сдавать на заочную форму получения образования на специальность дошкольное образование? На заочную сокращенную форму получения образования. Дело в том, что у нас на дошкольное образование набор будет осуществляться только по сокращенной форме обучения. Для поступления на данную специальность необходимо иметь диплом среднеспециального образования по специальности дошкольное образование. Только эти абитуриенты могут претендовать на поступление по данной специальности. Издается два внутренних вступительных испытания по педагогике и по психологии. Опять же напомню, что программы данных вступительных испытаний размещены на сайте нашего университета. Можно ознакомиться. Ну и мы ждем наших абитуриентов, в том числе по этой специальности. Ну и напоследок, Татьяна Владиславовна, что Вы пожелаете нашим абитуриентам, а также выпускникам Вашего университета, ну и всем телезрителям в этот день? Ну, раз мы говорим, о вступительной кампании, то мне бы, конечно, хотелось пожелать, чтобы все планы, надежды, мечты, все, что было запланировано относительно поступления, было реализовано. А нашему университету желаю хороших абитуриентов, успешной вступительной кампании и всего самого лучшего, процветания. Спасибо большое за очень интересную и познавательную беседу, Татьяна Владиславовна. А наша программа подходит к концу, а это значит, что мы будем ждать следующего понедельника. И до новых встреч. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова